Микс Ньюс Слушатели, сейчас мы всех запутаем Олег Пек в студии и программа Синема, но в то самое время Когда вроде бы должен быть Адмунд Кашевский С Балком Лайф, но тем не менее Адмунд сегодня в студии, добрый день Добрый день, меня решили пересадить На другое кресло, я вот Теперь я здесь, случайно Да, и уже вот в качестве Собеседника по Киноделам, потому что мы Сегодня решили сделать такую интересную рокировку И вспомнить Дела давно минувших дней Замечательные дни расцвета Рижской киностудии Когда снималось огромное количество Фильмов, и вспомнить Те времена, когда Эдмунд был Причастен к созданию этих картин Участвовал, был участником Съемочных групп Общался, был знаком Со многими режиссерами, и практически Классика, ведь классика кинематографа Те проекты, в которых Проекты, конечно, ужасное слово Очень современное Хотя, на самом деле, это были Вот фильмы, которые Пользовались огромным успехом И вот мы уже говорили до эфира, что Я помню еще, когда был Студентом в Москве, как в России В Москве, в главный кинотеатр Тогда это Россия стояла огромный Огромная очередь Людей, которые хотели посмотреть Двойной капкан И это, ну, я просто Проходил, испытывал какое-то чувство Гордости, потому что Билетов не было, то есть билеты были На вечерние сеансы раскуплены Это ни много ни мало Две с половиной тысячи Зал, то есть две с половиной тысячи Билетов улетели в один миг И спрашивали люди лишние билетики Вот такая была, ну, не знаю, магия Сила Рижской киностудии Которая через пять лет После двойного капкана Просто прекратила свое существование Ну, начнем с того, что Рижской киностудии Исполнилось бы Вернее, исполнилось бы Потому что Как название и как бренд Оно еще существует Но как производственная база Нет, 75 лет Ни много ни мало И за это время, конечно Было снято немало Прекрасных картин И имею честь сказать И гордость огромную Что я действительно Каким-то маленьким винтиком Во всей этой машинерии был И не так давно Месяц какой назад Может быть, пару месяцев назад На моем месте Здесь сидел Рихард Пикс Я сидел на твоем месте И мы как раз-таки вспоминали Тот момент И то время Как работала в свое время Рижская киностудия А мы с ним тоже вспоминали Он тоже приходил на Синьбу И вот Что я хочу сказать Особо там не ностальгируя О том времени И о том Что тогда было лучше Сейчас хуже И так далее Нет Я просто хочу сказать Что Рижская киностудия Это была настолько Отлаженная Хорошо работающая машина Это была настолько Скажем Востребованная И Достаточно хорошо Технически оборудована Техническая база Что Она пользовалась Спросом И в Рижской киностудии Снималась От 8 до 11 картин в год Полнометражных Я думаю Что в принципе На уровне европейских Действительно Она была С киностудии Ну Если так вот Брать По гамбургскому счету И она создавала Картины Которую смотрела Не меньше людей Чем Ну Какие-то Европейские Филиалы Ну так Именно поэтому Мы там между собой И в народе называли Это Рижский Голливуд Ни много ни мало А когда ты Например Хотел зайти В какое-нибудь Увеселительное заведение Например В тот же Барс Капис Доставал там Удостерение Там Рижская киностудия Так показывал Швейцарию И тебя Как-то так Каким образом Вот ты попал На Рижскую киностудию Сколько тебе было лет И вообще Ой Ой Я сейчас начну вспоминать Сколько тебе было лет Я попал на Рижскую киностудию Сразу после школы Я почему-то После школы Определился Что я хочу Вот по Поизвилистой тропинке Искусства Пойти дальше Вперед И Так себе Поставил планку Сразу А вот Не замахнуться ли нам На нашего Понимаете На Уильяма На Шекспира Вот я сказал А вот я хочу Вовгик Ну Отец сказал Вовгик Тогда сынок Тебе надо сначала Познакомиться Что такое есть кино Изнутри Познать все Так сказать Кухню Я говорю А чего И пошел Забивать гвозди Строить декорации Вот пришел На Рижскую киностудию В далеком Ух А страшно вспомнить В 1972 году Пришел И забивал гвозди Строил декорации И Очень прикольно Это было И просто Наблюдал Как Как великие Мастера Того времени Как они работают На площадке Потому что Мальчишка Был такой Любопытный Любознательный И между Между декорацией Всегда пролезал И смотрел Вот как Как это Как это Как это магия Кино Как это Волшебство Вообще Происходит А вообще Можно было Прямо после школы Прийти Сказать Что я хочу Работать Ну или как Ну в советские времена Если ты не работал То ты был Тунеядцем Ты знаешь Да Ну а поскольку Такие люди Как я нужны В тыл Они в советской армии По состоянию здоровья Поэтому я пошел Сразу как-то Вот по профессиональной Определяется По профессиональной Линии И Поэтому пошел Устроился на работу Все подростки Работали где-то Или учились Или работали Я решил сначала Обрести практику А потом На базе этой практики Уже обрести И дальнейшие Теоретические знания А что это был за фильм Вот если не секрет Первый фильм Скалачи был Да Это декорация А или где А где работал Декорации Ой тогда Что же это была за картина Я помню Что это был И Это был какой-то Исторический фильм Чуть ли не Не слуги дьявола Чуть ли Чуть ли не слуги дьявола По-моему А как потом Вот Или Или вторая серия Ну что Скорее всего Александр Ротович Лэймани Снимал Как раз Такие Эти люди С этими шпагами В этих костюмах Просто Ты сидишь И так Как бы молотком По руке Не попасть Знаешь Так смотрел Очень интересно было Да Тем более Что эта картина Ну ей богу Она же могла Посоперничать С фильмами Жанна Море С участием Ну то есть Эти исторические На одной полочке Стояла Фактически Потому что Ребята Ребята во дворах Играли И в Д'Артаньяна И играли В Элла Калбе Там По-всякому было Это Очень Очень популярная Картина была Но я повторюсь Что На Рижской киностудии Снималось Большое количество Полнометражных лент В то время И Мы стояли В одном ряду С такими Киномонстрами Как и Ленфильм Как Как Довженко Как киностудия И как Мосфильм Ну да То есть там уже Все остальные были Уже чуть-чуть так Как бы Рангом поменьше Потому что я помню Где-то Ну тоже Кто-то из Ну вот Историков кино Говорил Что вот Представьте себе Вот павильоны По-моему Мосфильма И вот он говорил Что в одной студии Снимается Бриллиантовая рука И тут же Вот соседние Там снимаются Там новые приключения Неуловим То есть Ну вот все Вот кажется Что вот Классика Это все происходило Вот в одном котле В соседних вот этих Коридорах Ну фактически Где-то да Где-то да Потому что Я помню Первую поездку На Мосфильм Мы ездили Озвучивать Картину Луиза Бренча Мне посчастливилось Работать у него Ассистентом Аж на двух Картинах И мы ездили Озвучивать На озвучку Туда Потому что Нужны были Голоса Без акцента Актеры Без акцента И Эти коридоры Эти павильоны Эти Это производственная база Ну это просто Обалдеть Это город был целый Был целый город Ну а вот как Как удалось попасть Вот Вот этот путь От мальчика Который сколачивает Декорации До Ну ассистента Уже режиссера Я же говорю Я был молодой И наглый И настырный По-хорошему наглый И говорят Что что-то еще И в мозгах было И я Когда устраивался На работу Дяденька В отделе кадров Молодой А собственно Зачем Я говорю Знаете Вот Начал ему Рассказывать Красивые Всякие Он говорит Тихо-тихо-тихо Я говорю Зачем Зачем тебе это Я говорю Вообще Я хочу поступать В институт кинематографии Я хочу вот Понять это все Изнутри Он говорит О мудро Ну ладно Хочешь Давай И определил меня В производственный цех А потом Ну Различные Есть Способы Как Скажем Продвигаться По Карьерной лестнице Если так можно назвать Некоторые там Могут по 5-6 лет Чем-то заниматься Прежде чем Поймают Счастливый шанс У меня Такой счастливый шанс Получился Там Девушка-хлопушка Ну хлопушка Это та Которая Дубль 8 Там кадр такой-то Девушка уходила в декрет И ни одной свободной хлопушки не было И там товарищи сказали Он там молодой Бегает один Очень хочет Давайте его попробуем Ну меня раз И я помню сейчас Как Совершенно потрясающий Кинооператор Марс Рудзит Из классик Латвийского кино Очень жесткий Такой был И профессиональный В плане человек Он не терпел Никакой самодеятельности Он так Очень так И мне ассистенты Все говорят И только Потому что у хлопушки Есть такая Особенность Там Номера Ты вставляешь И сзади есть карманчик И этот карманчик В самый неподходящий момент Он открывается Эти все Наверняки Вываливаются И это все падает в кадры Оператор орет Стоп И тебе надо все это собирать То есть Ты ломаешь весь процесс И мне говорят Ты только Осторожно Потому что Он очень не любит Когда вот такая Фигня случается Ну так и случилось Прямо на первом кадре Прямо на первом кадре Он так Марис так Посмотрел на меня Это что такое Говорит Ну это молодой Ну ладно Сквозь зубы Ну это Врезалось в память На всю жизнь Но А кинофильм Назывался Олег Яйна Снимал Александр Ротович Леменис А оператором был Как раз Марз Рузетис Это был первый Первый фильм На который я попал Случайно Но Вот собственно Это была Такая Настолько потрясающая школа Что Просто я счастлив Но ведь Сначала получается Просто доверяют Хлопушку Ну просто А вот Каким образом Становятся Уже ассистентами То есть Это же нужно Тоже как-то себя Зарекомендовать Это надо какие-то Уже показать Профессиональные навыки Это надо показать Что ты понимаешь Что тебе говорит Режиссер Что ты понимаешь Что он дальше Хочет сказать Ну грубо говоря Как шахматы На ход вперед Если ты Есть такое В английском Языке Понятие Smart boy Если ты Шрупишь Умненький Мальчик То ты Понимаешь Что от тебя Хотят Ну Опять-таки Может быть Повезло Может быть Как-то Один из Ассистентов По Реквизиту Там меня взял Сначала к себе Как бы Вторым Ну а потом Уже сам Пошел дальше Потом уже С кем Было Интереснее Работать С кем Наоборот Самое страшное Боже мой Неужели это Мэтр Или Такого не было Чувствия А не было Такого Знаешь Был дикий кайф От работы И Абсолютно Такое Состояние Полета От того Что ты Что-то У этих людей Можешь чему-то Научиться Что-то ты От них берешь Именно В профессиональном Плане И Такого Вот Что Не Ну конечно Уважение Само собой Но Такого Какого-то Ой Не дай бог Такого нет Такого не было А в Рижской киностудии Вот Что Что она Себя представляла Сколько вообще Людей работало Какие были там Цеха Отделения Это была Ну это была Это была Целая фабрика Фабрика кино У нас На Рижской киностудии Был и свой цех Проявки То есть Проявляли Кинофильмы Потому что Снимали негатив Естественно На пленку Свемовскую Потом ее Проявляли Делали сигнальную Копию Там Смотрели Там Брак Есть Брака Нет Если Брака Нет Она Печатали Дальше И То есть Достаточно Трудоемкий Процесс И Был Был свой Химический Цех Был Автотранспорт Декорации Был Огромный Цех По производству Декораций Огромный Цех Был По пиротехнике Пиротехнической Потому что Исторические Ленты Тоже Снимались Ну Я думаю Что ни для кого Не секрет Что в Латвии Очень многие Особенно Там Украинцы И Беларусь Фильм любили Снимать Здесь За границу И военные Фильмы Тоже Заграничную Тему Весь Цюрих Вплоть до Штирлица Снят Был Практически В Риге Бейкер Стрит Она же Бейкер Стрит Она же Как это Блюменстрасс Она же Там И так далее И так далее Да Поэтому Я еще раз говорю Производственная база И техническая база В Рижской кинсуде Она была Одной из ведущих В Советском Союзе Но Какие еще были Какие-то Цеха Куда удавалось Зайти Чем еще Слагалось Костюмеры Костюмеры Конечно Они были Впереди Планеты Все Потому что Даже сейчас Нередко Смотришь На какие-то Репортажи Фотографии Каких-то Больших Корпоративов Знаковых Мероприятий Ты узнаешь Костюм Например О Слуги дьявола На чертовой мельнице То есть Их в прокат До сих пор Они в прокат Да До сих пор Они живы И это не может Не радовать Потому что Это Характеризует С лучшей стороны Как раз таки Мастеров того времени Которые это делают Сколько лет Получается Ведь они Выжили Эти костюмы Это 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 Кажется Что Столько Вот Мы Не Носим Современную Одежду Да Да Действительно А С кем Ну Может быть Вот Как удалось А еще Интересно Конечно Был этот Перетехнический Цех Так называемый Это Был совершенно Отдельно Стоящее Здание Где Складировались Всяческие Автоматы Пистолеты Гранаты Естественно Фейковые Да Ну Естественно Все это Было Обезврежено И Не Взрывоопасно Но Это Было Дико Интересно И Помню Такое Пизда Что Кафе В Рижской Кинстудии На первом этаже И выход В внутренний Дворик И там Стоим В этом Внутреннем Дворике Там Ребята Курят Мы Разговариваем И идет Дядька Перетехник Специальный Был Прикреплен К каждому Фильму Вот Дядька Увешанный Весь Шмайсерами Там И там Штук Шесть И несет В руках Четыре Гранаты Ну Ребята Что Не надо Next time То есть Получалось Что Можно было Снимать Даже И какие-то Большие Батальные Сцены И военные Фильмы Была бы Какая-то Военная Техника Тоже Была Но Как правило Это был Продукт Если Большая Исторически Военная Картина Какая-то Была То Это был Продукт Кооперации Нескольких Киностудий Но тут Конечно Мосфильм И Ленфильм Там были Чемпионы Мира В этом Плане Там Обычно Всю технику Огромную Большую Технику Все это Обычно Снимали Там Ну Что-то И было И у нас А вот Эти-то Гаубицы Маленькие Помнишь Орудия Достаточно Интересно Павильоны Были Большие На студии Ну Вот Строились Эти Где Декорации В Рисской киностудии Было три павильона Был Малый Так называемый Теперь его полностью Окупировало Телевидение Был Большой Там тоже сидит Телевидение И был Средний Павильон И Что самое Смешное Что там тоже Снимаются Телевизионные Программы Да Всякие Там Лэкас Как-то Сэй Лэкас Позрис Там что-то Такое Как он Называется Ну В России Этот проект Называется Точь-в-точ Ну Понятно Да Лэкас Лэкас Товасэ Лэкас Кукурадзят Что по-моему Так называется На ТВ3 Делает этот проект Вот Все снимается В павильоне Рижской киностудии То есть Получается Что такой шлейф Рижской киностудии Еще остается Даже после Многих лет Как она Закралась Ну Костюмы Эти Как это Как это Говорят Что не бывает Бывших Бывших Чекистов Не бывает Я думаю Что бывших Киношников Тоже нет Потому что Это бацилла Сидит Достаточно Глубоко Достаточно Глубоко И даже Когда ты Случайно Встречаешься С каким-то Коллегой С которым Ты тысячи лет Не виделся Ты работал Вместе Привет Привет Ну и как И что И как это Это все Шлейф тянется Жалко Только что Работает Практически Перепрофилированно Но работает Все В Рижской киностудии Но перепрофилированно А кино не снимается Вот это жалко Мы продолжим Обязательно Наш разговор Программа Синема Эдмун Кашевский Сразу после Небольшой паузы Микс Ньюз Продолжается Программа Синема Эдмун Кашевский Рекпехов студии Мы вспоминаем Ну вот Эдмун Кашевский Вспоминает Работы На Рижской киностудии Семидесятые годы Вот за что Любили наверное Фильмы Рижской киностудии Какие Что ожидали Если говорить Вообще В рамках Вообще Советского Союза От фильмов Рижской киностудии Ну я думаю В первую очередь Конечно ожидали Экшн фильмы Потому что На Рижской киностудии Там Выходили такие картины Как Как детективы И Алоиза Брэнча И Ады Неретница И Экшн фильмы Возьмем хотя бы Стрелы Робин Гуда Тарасова Который тоже был снят На Рижской киностудии И В основном народ Конечно Вот Ему нравилась Экшн Ему нравился Дютик Детективы Ему нравились И поэтому Мне посчастливилось Поработать С Алоизом Брэнчем Аж на двух Картинах А каких? На полных Быть лишним И ключи от рая И Если на первой Картине Я еще так Так присматривался Там и все То уже на второй Картине Я уже Я уже приставал К Брэнчу Со всякими вопросами Потому что Он был Ну он Скажем так Он Помогал мне Он редактировал Мои работы В Афгик Я к нему уже Там Приставал с вопросами И Алик Царством небесное Мы его так называли Он Молодец был Мужик был Тоже С С обалденным Чувством юмора Но жесткий Если Не дай бог Что-то не так То ты моментально Получал по голове Естественно Так В таком Образно Выражаюсь Но И профессионал Он Не терпел Абсолютно Непрофессионального Подхода Если Если он Давал задание Что там Должен быть Там Реквизит Такой-то 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 То Не дай бог Там Было что-то Не такое А близкое По По форме По эпохе Ну Как в том анекдоте Какая разница Том Джонс Или Пол Джонс Не Не проходило С Брэнчем Это не проходило И Как раз На картине Быть лишним Оператором На которой Кстати Был Рихард Пикс У нас была Экспедиция В Грузию В Тбилиси И Если вы Бывали Уважаемые Радиослушатели В Тбилиси Вы знаете Что наверху На горе Есть Совершенно Потрясающий Парк отдыха И вот Мы там Снимали Один из Эпизодов Где Главный Герой Фильма А его Играл Вита Вита От Астон Кус Литовский Актер Он Должен Был Подойти К ларьку Отдельно Стоящему Ну Как Попробовать Шашлык Выпить Рюмку Коньяка И Легкий Диалог И Он Уходит Ну Такой Казалось бы Проходной Эпизод Но Надо Понимать Что Такой Была Грузия В 70-е годы Это уже Это уже Это уже Вовсю Все эти Цеховики Кооперативное Движение Там уже Там уже Все было В порядке По части Бизнеса И естественно Что этот Этот ларек Отдельно стоящий Который Брэнч выбрал Для С пиком Для съемок Он значит Он принадлежал Некому Дяде Саше И Дяде Саше Ну Естественно Я отвечал За реквизиты Дядя Саше Мне Как бы Предоставлял Весь реквизит Который Был Необходим Вот Я говорю Мне надо Там Ну Как Рассчитываешь На 3-4 Дубля Мне надо 3-4 Палочки Шашлыка Там Значит Надо То-то 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 И Говорю Значит И Дядя Саше Мне надо Чай Он Говорит Чай Да Конечно Какой тебе Заварить Такой Такой Я говорю Не Ну Мне надо Коричневый Чтобы Значит Я В коньячную Бутылку Сейчас Я говорю Ты что Объезжаешь Какой Какой Ты Зачем Так Делаешь Я говорю Дядя Саша Вы не понимаете Потому что Это Так Надо Он Говорит Ну Хорошо На Дал Мне этот Чай Значит Залил В эту Бутылку Все Все Будет Хорошо Все Будет Хорошо А У Витаса Томкуса У него Была Проблема С алкоголем Он Если Выпивал То Уходил В разнос Чуть И Значит Ну Мотор Значит Там Снимаем Смотрю Стоит Моя Бутылка Все Нормально Я стою За камерой И Значит Томкус Томкус Берет Значит Этот Шашлык Там Берет Кусает Слушай А Че Так Много Костей И Дядя Саша Которого Мы Поставили В кадр Он Говорит А Где Ты Барашка Без Костей Видел Дорогой Такой Диалог Он Берет Этот Стакан Коньяка Из моей Бутылки Дядя Саша Ему Наливает Хлопает И Я смотрю У него Зрачки Раскрываются Зрачки И Я понимаю Что Это Не Мой Чай Дядя Саша Смотрю Боковым Зрением Бренч Становится Красным Стоп Где Этот Ассистент Где Этот Меня Оттуда Как ветром Сдунуло Ну Как раз Такий Пикс Рихард Меня Что Называется Отмазывал Потом Нет Алик Ну Ты Не Понимаешь В Грузии Так Не Принято Ну Невозможно Зачем Это Чай Наливать Это Ж С коньяком Так Нельзя Такой Был Эпизод Да Уж Но Кроме Грузии Получается Лишская киностудия Выезжала Ну По всему Советскому Союзу Конечно Не только По всему Союзу Но и За границу Например Шервардский лес Если кто не в курсе Его снимали в Чехословакии На секундочку Да Колесили Колесили Мы выезжали Очень интересная Экспедиция была Например В Хакасию На строительство Саяно-Шушинской ГЭС Мы побывали Когда Гуннер Пейс Снимал картину Твой сын Мы Выезжали Всей съемочной Группой На Как раз таки На экспедицию Туда В главных ролях Была Вия Артмана Был Ледогоров И Молодой Тогда Начинающий Актер Айгор Скрупинс Бирзнекс Которого Тоже Кстати Не стало И Там Снимали Все Молодые Наши Ну Весь Цвет Скажем Теперешние Все Уже Маститые Актеры Латвийского Театра Тогда Это был Сплошной Молодняк Тогда Это Были Эпизодические Роли И там Снимались И братья Жагарсы И Вестерс Лепеновс И Харри Испановский Молодой Ну Многие Многие Ребята Которые Тогда Только Начинали Свои Скажем Делали Первые Шаги В Театральном Искусстве И вот Мы Приехали На Сая На Шушинскую ГЭС Когда Она Была Построена Ну Чуть Больше Половины Наверное Ну Может Быть Ну Две Третьи Может Быть Ну Две Третьи Не Было Нет Достаточно Еще Было Много И По Сценарию Студенческий Отряд Из Латвии Туда Выезжал Для Того Чтобы Участвовать В стройке Союза И Вот Мы Там Снимали Это Все На Месте Как Там Наши Ребята В Касках Аля Бетонировали Аля Что-то Там Делали И Так Далее Это Была Совершенно Потрясающая Экспедиция Потому Что Такая Природа И Такие Места Ну То Получалось Что Такая Была В принципе Кооперация Между Студиями Между Однозначно А Как Иначе А Как Иначе То И Это Позволяло Ну Действительно Держать Высокую Планку Получается То Что Сейчас Ну Я понимаю Что Это Просто Было Было Очень Сложно Организовать Физический Выезд Там Куда За Границу Съемок А Абсолютно Абсолютно Нет Потому Что Все Зависит Просто От Бюджета От Денег И Если Если В то Время Это Были Деньги Скажем Госкино Особенно Если Это Был Заказ Госкино То Бюджет Шел Оттуда То Ну Сейчас Это Деньги Продюсеров Если Продюсер Делает Фильм То Он Понимает Что Ему Например Если Ему Надо Ехать Куда На Натурные Съемки То Он Должен Закладывать Он Должен Эти Деньги Иметь Это Все Понятно Ну То Тут Большой Проблем Это На самом деле Нет Но Кооперация Она Всегда Помогала Найти Оптимальный Выход Из Такой Финансовой Ситуации Ну Да Вот Возвращаясь К тому Что Действительно Снимали Всю Европу У нас В Риге И огромное Количество Там Фильмов Уже Не считая Там И даже И 17 Мгновений Там И Щиты Меч И Мираж Здесь У нас Америка Театра Да Да То есть В принципе Все 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 Было Под боком Да Америка Оказывается Была Рядом Всю жизнь И Я помню Как всегда Вот мы Посмеивались Когда иногда Вдруг Проскакивали В Ну Якобы В западном Мире В вывеске Кофейница То есть Случались Такие А ночной клуб Юра Сперла Ночной бар Когда Герой сидит Где-то там В Бретоне Якобы Сан-Французская Где-то А на самом деле Там Танцуют Наши И поют Наши ребята Юра Сперла Ну 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 что Ну Время такое было Время такое было Да Я кстати Помню Что когда приезжал Дмитрий Быков Вот Ну не так давно С лекциями Он как раз Заодно брал интервью Там С Мерди Мартинсон И у него Ну как раз Вот подскочила Мысль Что ребята Вы даже не понимаете Насколько Для вот Нас Вот это были Просто Западного уровня Ну вот Действительно Красавицы Ну то есть Актрисы Действительно Ви Артмана Мердзе Мартинсон Это были Ну просто Вот такие Кумиры Которые Ну могли Просто в одном Ряду Стояли Ну не знаю Голливудскими Французскими Итальянскими Актрисами Ну да Потому что Это было Это было Наше Это было Здесь Это было Рядом Это можно было Увидеть Там Софи Лорен Не каждый мог Увидеть На съемочной площадке В Советском Союзе А вот Например Полюбопытствовать Как происходит Съемка Какой-то сцены В городе И постоять там И увидеть Как двигаются Вот эти вот Живые кумиры Артисты Это можно было Ну а что Какие еще Может быть Какие-то Фильмы Которые запомнились Режиссеры Актеры С которыми Удалось поработать Совершенно Совершенно Потрясающим Режиссером Был конечно Ольдерс Дункерс Мне посчастливилось Работать У него Ассистентом На картине Нападение На тайную полицию И весь фильм Снимался Практически В Лепо И в Риге Фильм Экшен Там Революция Народники Там Революционеры Там Заплет Такой был Очень серьезный Но Там Было Очень интересно То что Впервые Скажем Мне так довелось Близко Увидеть Как работали Наши каскадеры Под руководством УДСВ Испался Ребята Ребята Делали трюки Там Падали с лестницы Там Кульбиты Фляки Перевороты Всякие Там Это Очень Очень Так Ну опять-таки С точки зрения Поскольку я себя К профессии готовил С точки зрения Вот Профессионала Мне было Очень интересно Как это Что это И с чем Это едят Ведь тогда Не было возможности Нарисовать что-то На компьютере Тогда Все делалось Вживую Какой компьютер Ты что Разве ты не помнишь Как выглядел Первый компьютер Ну да Это была Такая стена Как у меня Сзади Стояла машина ЭВМ И все это дело Печаталось там А Возвращаясь Кольдерту Дункерсу Это был человек С совершенно Потрясающим Чувством юмора Подкольщик У которого Ни один Даже Самый серьезный Эпизод Не проходил Без какой-то Вот Какого-то юмора Без какой-то подколки Правда Это Вот он Он добивался Своего результата Он выжимал Эту слезу Там Или еще Чего ему надо Там По ходу Этого кадра А потом Как Обычно Следовала Какая-то Такая изюминка Какая-то И все Ха-ха-ха Умел Умел Очень хорошо Работал С С актерами И И с материалом И то же самое То же самое У Бренча Так как Он Добивался Результата Он мог Гонять там До седьмого пота Но он Результат получал Свой Это опасная Дверь на балкон А опасная Дверь на балкон Это Дзидра Ритм Совершенно Потрясающая Совершенно Потрясающая Была Такая Работа Потому что Я к сожалению В этой картине Работал Только до Половины Я потом Опять Ускакал Вовгик Поступать Стучать В двери Вуза Дзидра Она Ну во первых Она актриса Была Совершенно Фантастическая Да И она Вот Актерское Мастерство Которое Помножено Было На Режиссерское Мастерство Вот у нее Этот симбиоз Очень так Хорошо Получался И она Она снимала Фильм на Молодежную Тему Вот это Опасная Дверь на балкон Там Непростые отношения У сына С родителями Родители Разводятся Там Несчастная Любовь Он прыгает С балкона Там Ломает ногу Там Ну короче Мелодрама Одним словом Но Она во все Это вот Как-то Как-то У нее Или интуитивно Или чисто по-женски У нее вот какая-то Такая нотка Своя Была Привнесена И Там молодой Варис Ветра Начинал Вот Это была Его Если Не первая То Одна из первых Главных ролей Варис Ветра Там Как раз Играл главную роль Та же Мирза Там играла Молодая Еще Ну там Я говорю Такая И Конечно С реквизитом Были иногда Проблемы Потому что Если надо было Что-то такое Вот А-ля Западное Надо Модное Ультра Какое-то Такое Что-то Такое Ну тогда Это Или изготавливалось В бутафорском Цеху У нас На киностудии Или Или кто-то Садился на Лихого коня И ехал В какую-то Деревню Город Весь Или даже Куда-то там В Москву Или в Ленинград Это покупал Это привозил Для съемок Это специально Доставлялось То есть Получается Самыми Такими Сложными Для реквизита Были не Какие-то Старинные Вещи А Современные Но западные Да Ну Фактически Потому что Старинные Вещи Если Ну сейчас Это уже Можно раскрыть Секрет Все эти Все эти Исторические Декоры Мебель Какие-то Там Гобелены Все остальное Это все Изготовлялось У нас В бутафорном Цеху И Работали Работали Бутафоры Под руководством Такого Мастера Якоба Штрауса Старой Школы Дядька Такой Педантический Латыш Который Ну Что называется Из всего Конфетку Мог сделать И Я у него Два месяца Проработал Тоже В ассистентах То есть Я тоже Тоже часть Я видел Кстати говоря Вот ангелочков Для Второй части Этой Этой Велокалпы Как раз таки Один из ангелочков Мой Я его делал Юрий Сподникс Вот он же тоже Получается Ведь как раз В это время Начинал Юрий Сподникс Был На хронике Скажем Это Подразделялось Художные фильмы И хроника Еще были Еще куклы были Еще была Мультипликация Арнольд Буровс Юрис был На На хронике И Мы с ним вместе Работали В клубе Так называемый Клуб молодых Кинематографистов Который Имел Который имел Наглость Всякие там Эксперментальные проекты Снимать Но С Юрисом Мне посчастливилось Снимать Первые клипы Для Кабурга Для ночного клуба Кабурга Кабурга Потому что Мы Снимали И Андрея Миронова И Лапченко В бассейне Макали мы С песней Маза Маза Залявар Дитэ Ква 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 И Тот И Аллу Борисовну Пугачеву Клип Айсберг Который Называется Запрещенный Это вот Как раз таки Юрис подник Сия Это его Да Работа была Это наш Совместный Я Савтор Сценарий И Сор Режиссер А почему Ее Называли Запрещенной Это господи А кому-то там Наверху Не понравилось Что она такая Вся из себя Там На санках Мы ее катали По снегу В Йон Кемери Ча 3-4 Наверное Катали туда-сюда Снимали Все это И Аугуст Сукут Еще тоже Помогал Было Было очень интересно И По тем временам Очень нестандартно И когда Я предложил Вылепить Из Из гипса Паулса И посадить На Айсберг На льдину Мы писали Это сценарий У Юрия Содома Тогда это была Улица Федерих Энгельса Теперь Я с тобой Он говорит Посадят Я говорю Ну недалеко Тут тебе Втишь здорово Я говорю Недалеко Поржали Но сделали Слепили Этого Паулса Посадили его На льдину И там Когда ее тащат Мимо Если присмотреться Видно А какая Дальнейшая Могла быть Я не знаю Почему не понравился Просто слишком фривольно Она там Так лежала Так лежала Но фабула Этого кино Был Этот весь гик Был построен на том Что она сама себя По жизни тащит А ведь Тогда не было MTV Как показывали Музыкальные клипы То есть Это просто Для телевизии Не было Это было Не для телевизии Это было Для ночного клуба Кабург Это было Для Что называется Для внутреннего пользования И В ночном клубе В ночном клубе В ночном клубе Кабург Там была программа Варите Которая была Сопряжена Кино На экране Потом Картинка оживала В зале Выходили артисты Там и Что-то танцевали То есть продолжала Такая Цельно Такая спаянная Композиция была Ну вот У нас уже Действительно Закончилось почти время Что Чем все-таки Закончилось Почему Не остался На Рижской Киностудии Знаешь Очень Сложное время Было тогда Я понял Что Мне будет сложно Пробить стену Своей головой Папы в ЦК КПСС У меня не было И В Гаркоме Тоже Ну поэтому Я Просто Плюнул И ушел В шоу-бизнес Я стал режиссером Программ В РИТ Кстати говоря В Кабурге Вот для Моей программы Мы делали Эти клипы С Подниксом Но это уже Другая беседа Это уже Другая передача Спасибо большое Это Анкашевский Программа Синема До встречи